Чуваши отмечают день рождения своего великого просветителя Ивана Яковлева. Торжества по случаю памятной даты начались сегодня с митинга и возложения цветов к памятнику патриарха Чувашского народа у Национальной библиотеки. Подобно Михаилу Ломоносову, молодой Яковлев самостоятельно отправился в жизненный путь, посвятив все время созданию фундаментальной основы для развития культуры и сохранения духовности своего народа. Будучи студентом Казанского университета, Иван Яковлев воплотил в жизнь слова древнего философа Пифагора, который говорил, что для познания нравов, какого не есть народа, старайся прежде изучить его язык. Труды Ивана Яковлевича сохранены для потомков и известны повсеместно. Это и создание Чувашского алфавита, и 40-летний труд по переводу Библии на родной язык, и открытие церковно-приходских школ и первого в Чебоксарах университета. Ярчайшее творение Ивана Яковлева — завещание Чувашскому народу, в котором говорилось о необходимости сохранить свой язык как основу самоидентичности этноса. На сегодня все условия для развития, создания Чувашского языка есть. Вот о чем мечтал Яковлев. Только если мы будем с себя начнем и детей с самого раннего возраста, с рождения, начинаем любовь к Чувашскому языку и гордость, привязать чувство гордости, что ты великий сын, скажем так, великого Чувашского народа, вот тогда будет развиваться ребенок, гражданин, настоящий гражданин своей малой Чувашской родины и, естественно, нашей великой дружной России. Сегодня в сквере у Национальной библиотеки собрались деятели культуры и искусств, образований, науки города, почтить память просветителя Чувашского народа в день его 167-летия. Соржественный митинг прошел в атмосфере праздника и чувство гордости за своего великого просветителя. Он прожил большую жизнь, великую жизнь, и прах его покоится в Москве на Баганьковском кладбище. Каждый год Чуваши, проживающие в Москве, а это генералы, академики, ученые, рабочие, собираются на могиле Ивана Яковлевича Яковлева и признаются в любви к этому великому человеку. Иван Яковлев оставил великое наследие своему народу. Память о патриархе хранится не только в скульптуре. На именованиях улиц, домов, просветительское дело Яковлева продолжается и поныне. Полностью на Чувашске переведена Библия. В школах и детских садах преподается родной язык. Работают национальные радиостанции и телеканалы. Дело Ивана Яковлева будет жить и дальше в современной истории Чувашия. Александр Гаврилов, Андрей Спиридонов, Республика. В честь дня рождения великого просветителя отмечается и День чувашского языка. Сегодня все, кто считают Чувашский родным, имели возможность принять участие в тотальном диктанте. Текст написал писатель Леонид Мэксэм. В аудиториях Чувашского Пет-Университета, Института образования и Национальной библиотеки собрались те, кто хочет проверить свои знания с помощью специалистов. Для тех, кто решил самостоятельно поупражняться в правописании, диктант транслировался в эфире Национального радио Чувашии и на сайте нашей телерадиокомпании.